Здравствуйте, сейчас мы с вами продолжаем обсуждать модуль числа, то есть абсолютную величину числа, затем обсудим уравнение с модулем, то есть то, что было на разборе, ну и вот я думаю, что вы самостоятельно порешали, теперь посмотрите, то есть как я решала, я, поставите ответы и вот это позволит вам закрепить эти важные знания. Вообще, кстати, с модулем довольно сложно обычно у нас в основном народ обращается, как-то так не очень уверенно почему-то. Ну давайте вот по порядку, значит здесь вот я под буквой А буду решать прямо здесь. Значит мы помним о том, что модуль дает всегда положительное значение, поэтому у нас, если внутри стоит выражение с минусом, то мы его просто отбрасываем при раскрытии минус модуля, будет 2 и 3. И то же самое касается и вот этого значения. И тогда у нас получается минус 5 и 3. Посчитали, да, то есть вот так. Вот, ну то есть здесь вполне такое у нас было возможно, потому что между модулями стоял знак минус, и мы из меньшего вычитали больше. Конечно же, получили знак минус. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь нам, конечно, предварительно надо в первом модуле прочитать значение, то есть привезем к общему знаменателю. Это будет у нас минус 2,12, да, получается. Ну или это будет 1, минус 1,6. Так, и так у нас получается, это в первом модуле. Что касается второго, здесь можно сразу убрать минус, отбрасывая модуль, будет 5,6. И в итоге возвращаемся к первому модулю. Минус 1,6, ему будет просто 1,6, потому что модуль дает только положительное значение. И минус 5,6, то есть мы получим минус 4,6. И это будет у нас, если сократить в итоге, минус 2,3. Да, то есть вот так. То есть тоже получается из меньшего вычитала в большее, поэтому значение отрицательно. Так, смотрим дальше. Тоже у нас вычисления идут. Немножко разные выражения, поэтому вот они разбиты на задание. Ну вот минус корень из 3, вернее, корень из 3, это вообще, надо всегда помнить, корень из 3, это приблизительно 1,7. Поэтому 1,7 минус 1, понятно, будет величина положительная. Модуль отбрасываем, остается корень из 3 минус 1, как оно и было. И в силу этого мы также можем сказать, что 5 минус корень из 3, в силу того, что корень из 3, это приблизительно 1,7, это величина у нас положительная, поэтому тоже отбрасываем модуль, выражение остается неизменным. Вот у нас корни сократились и будет просто 4. Здесь, конечно, никак отрицательного числа быть не могло, потому что модули складывались. Идем далее. Следующие у нас под буквой В заданием. А здесь слой ПИ. Но мы же помним, что ПИ это приблизительно 3,14. И поэтому вот давайте смотрим, что же у нас внутри первого модуля. 18,5 можно представить как 3,6. Да, у нас будет 3,6. Ясно, что это больше, чем 3,14. Поэтому, отбрасывая модуль, мы с вами так и пишем. Можно так и написать 3,6 минус ПИ. Знаки меняются. Ну, а здесь мы уже, я сказала, что корень из 3 это 1,7. И поэтому 3,14, грубо говоря, минус 1,7, конечно же, положительное значение. Мы просто убираем модуль. Знаки у нас остаются неизменными. И в результате у нас рациональное выражение остается вот такое. Все. Теперь раскрыть модуль, да, нас просят. Ну, в общем, вот здесь первым под буквой А, мне кажется, очевидно, что корень из 5, конечно же, меньше, чем 6. Да, то есть понятно, что число 6 больше. Поэтому, когда мы будем раскрывать модуль, мы должны поменять знаки. Вот, будет это выглядеть вот так. А вот под буквой В выражение всегда положительное, потому что х в квадрате – это больше или равно 0 значение, плюс 7. Ну, то есть всегда положительное выражение. И получается, что мы просто модуль убираем. Все. Идем дальше. Так, с дальней третьим. Значит, здесь нам нужно упростить. Но здесь нам как раз дано значение х. И мы просто с вами рассуждаем так. Давайте вот так буду продолжать. Если мы подставим выражение больше 15, ну, то есть выражение внутри модуля, число больше 15, да, ну, 20 возьмем, например, то значение будет положительным. Поэтому модуль раскрываем с плюсом. Знаки не меняются и получаем х минус 9. Второе выражение. Второе под буквой В. Если мы подставим число меньше минус 5, ну, давайте минус 10, да, то у нас первый модуль имеет отрицательное значение, ну, то есть, вернее, внутри модуля поражения имеет отрицательное значение. Самый модуль никак не может быть отрицательным. То есть получится у нас, что знаки должны поменяться, когда мы модуль будем отбрасывать. Но, кстати, и во втором модуль внутри тоже будет отрицательным. Поэтому мы тоже меняем знаки. И у нас получается 4 минус 2х, да, то есть, вот такое выражение преобразовано. Так, ну, и под буквой В. Что у нас будет здесь? Если мы подставляем число, удовлетворяющее условие от минус 4 до 0, ну, давайте минус 3 для определенности возьмем. Внутри первого модуля будет у нас отрицательное значение. Минус 3 мы возьмем. Будет отрицательным. Но вот если мы, например, возьмем минус 1, а вот если мы возьмем минус 1, у нас будет значение положительное. Поэтому вот здесь надо внимательно, да, посмотреть. И здесь, наверное, все-таки лучше, опять же, метод интервалов применить. Давайте мы на числовую ось нанесем. Нулим. Выражение. То есть, вот здесь, вот если мы первом модуле приравняем к нулю, то у нас будет минус 2. Так, а если мы вот здесь приравняем к нулю, то у нас будет минус 5. То есть, у нас 3 интервала. Однако, нам-то с вами нужен интервал от минус 4 до 0. Поэтому давайте мы вот так вот нанесем этот интервалчик. Вот так я его нанесу от минус 4 до 0. И все-таки у нас в этом интервале получается два случая, да, видите. Потому что вот этот у нас нуль-то, он находится внутри интервала. Ну и давайте вот как справа налево, да, я уже говорила на разборе теоретическом. Ну, вернее, слева направо, как мы читаем выражение, да, то есть я так и буду считать. Значит, если я беру, допустим, минус 3, то вот здесь-то ведь у меня будет знак минус в первом модуле, да. А во втором будет знак плюс. А если я беру число минус 1, то в первом модуле у меня будет знак плюс. И во втором тоже на самом деле будет плюс. Вот. Ну, два случая, тем не менее, у нас присутствуют. Поэтому вот давайте и эти два случая и учтем. Итак, раскрываем первый модуль с минусом. Минус 2х в минус 4. Знаки меняются. А второй просто отбрасываем. 5 плюс х. Это будет у нас 1 минус х. 1 минус х. И прописываем условие, что х больше минус 4, но меньше или равно 2. Так. Во втором случае у нас все раскрывается с плюсом, то есть модули просто отбрасываются. Знаки не меняются. И получаем 3х плюс 9. Это при условии, что х, это у нас промежуточек. Поэтому х у нас больше 2, но меньше 0. Вот таким образом у нас здесь упростилось выражение. То есть раскрылся модуль. Здесь уже два случая. Так. Ну и вот задание 4. На преобразование с модулем давайте тоже его проделаем. Ну вот смотрите. Давайте под буквой А. Начнем с него, естественно. Здесь тоже нам надо рассматривать два случая. То есть, ну поскольку здесь модуль 1, то можно сразу записать с плюсом, открывая 7х минус 1 плюс 2. Ну иначе говоря, это будет 7х плюс 1. И оговариваю, что в этом случае 7х минус 1 должен быть больше или равен 0. То есть 7х, ну можно сразу тогда тут уже завершить. То есть х будет больше или равен 1 седьмой. А второй случай, когда мы раскроем модуль с минусом, то есть поменяем знаки, подбрасываем модуль. Это будет у нас 3 минус 7х. Это будет при условии, что х меньше 1 седьмой. Да, то есть вот так. То есть вот таким образом у нас преобразовалось это выражение. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас будет под буквой B. Под буквой B здесь уже такое более интересное, посложнее выражение. Поскольку у нас с вами там внутри второго модуля еще модуль есть. Да, то есть вот. Если попробовать это сделать методом интервала. Давайте сделаем так. Значит, слабость нанесем нули. Выражение внутри модуля. То есть здесь у нас будет. Ну, кстати, вот здесь можно предварительно немножко преобразовать. То есть поменять знаки как-то так приятнее, когда у нас вот так это записано. А внутри модуля мы можем смело знаки менять. Здесь-то мы вот ничего с вами... А, почему ничего? Мы можем с вами здесь, конечно же, делать. Потому что внутри вот этого модуля у нас четко совершенно положительное значение. Да, модуль x это же больше или равно нуля. Поэтому будет... Мы можем просто записать модуль x плюс 1. Вот. То есть, да, здесь, конечно, было правильно сначала преобразовать. А далее мы наносим нули. То есть здесь у нас единичка. А здесь у нас ноль. И получаем три интервала. Три интервала значения x. И опять же, я вот как читаю слева направо, так и буду расставлять знаки. То есть, если, допустим, в этом интервале мы возьмем с вами минус 1, то знак у нас внутри первого модуля отрицательный минус. И у второго, кстати, тоже будет минус. Так, если мы смотрим во втором, внутри второго промежутка, да, в втором интервале, и возьмем, допустим, 0,5. Подставим в первый модуль у нас будет знак минус. А во втором у нас будет уже знак плюс. Ну и в третьем интервале возьмем, например, 2. И в первом и втором модуле у нас выражения принимают положительное значение. Вот, то есть, вот у нас три интервала. Поэтому давайте я вот так вот здесь вот поставлю знак равенства. И здесь буду продолжать. То есть, три случая. Раскрывая первый модуль с минусом, знаки меняю. Минус x плюс 1, второй тоже с минусом. Минус x плюс 1. У нас получается, что x удваиваются, единички удваиваются. Так будет 2 минус 2x. Это при условии, что x меньше или равно 0. Второй случай. Первый модуль раскрывается с минусом, а вот второй уже с плюсом. Поэтому у нас x взаимно уничтожается, будет 2. А у нас x должен был быть от, как мы видим, 0 до 1. То есть, я, наверное, запишу это так сразу. Не принадлежит этого случае у нас. Не принадлежит. Поэтому он нам не подходит. Условие, что x у нас меняется от 0 до 1 включительно. То есть, вот этого у нас не будет ситуации. И дальше. То есть, это нам не подходит. И дальше, когда мы раскрываем оба с плюсом, получим x минус 1 плюс x плюс 1. То есть, это будет 2x. То есть, единички взаимно уничтожаются. При условии, что x больше единицы. И когда уже мы окончательно подводим итог. Так, зачем так? Это просто. То у нас получается, что два случая в итоге будет. 2 минус 2x при x меньше или равном 0. И 2x при x больше единицы. А вот, когда у нас x от 0 до 1 включительно, у нас это выражение смысла не имеет. Итак, вот, пожалуйста. Это мы с вами разобрали, как у нас работают с модулем. То есть, преобразование с модулем. Теперь давайте идем дальше. И у нас, получается, сейчас будут рассмотрены уравнения. Причем, здесь приведены уравнения двухсложность. Сложность А – это самое простое уравнение. И сложность Б – это уравнение, уже приближенное к заданиям рецензируемой части. И здесь даже вот у нас два случая, как в рецензируемой части сейчас, в 13-м задании, под буквой А, под буквой Б. То есть, ну, не два случая, а две части в задании присутствуют. Они здесь учтены. Ну, давайте с простыми заданиями разберемся. Вот эти простые задания, они могут быть в тестовой части, там, где у нас уравнение. То есть, ну, вот первое, да, самое простое. То есть, х равен 3, х равен минус 3. Это прямо по определению модуля следует у нас. Да, вот так. Второе уравнение. Тоже два случая. 2х-1 равно 0,5. Ну, то есть, здесь, конечно, мы уже должны указать, что х должен быть, вернее, 2х-1 должен быть больше или равен 0. И 2, меняю знак 2х-1, знак-то можно справа поменять, минус 0,5. Это когда 2х-1 меньше 0, да, то есть отрицательно. Что получаем? Давайте посмотрим. Здесь у нас будет 2х равно 1,5 или х равен 0,75. Проверяем, подходит это нам для значения или нет. Ну, то есть, на самом деле, кстати, было понятно, что подходит, да, потому что у нас уже было записано, что 0,5, да, то есть, поэтому, если я подставлю, то я так и получу, что все это нам, нам это все подходит. А давайте вот здесь смотрим. Ну, на самом деле, тоже подходит, да, потому что будет 2х, 2х-1 равно минус 0,5, да, то есть, это отрицательное значение, да, то есть, все нормально подходит. И это будет 2х равно, получается, 0,5, х будет равен 0,25. Все, вот это у нас под цифрой 2. Так, ну и под цифрой 3. Давайте вот 3а у нас здесь, да. Мы тоже рассматриваем 2 случая. 4х равно 3. Ну, это будет, когда 4х меньше 0, да, ой, больше 0. Но оно так ведь и есть, то, да. И 4х равно минус 3. Тут больше 0, но здесь меньше 0 сделаем. Вот, ну, в общем, эти вот как раз дополнительные вот эти вот условия, они здесь даже как-то лишние, потому что понятно, что в данном случае положительно будет, да, значение х, а здесь оно будет отрицательно. Вот, и получаем решение х равно 3 четвертым, х равно минус 3 четвертым. Все. Ну, это самое, конечно, простое. перейдем к более сложным уравнением. Так, ну вот, давайте будем разбираться с этим. Первое. Итак, у нас, в принципе, мы с вами говорили, вот, чтобы такое вот рассмотреть, рассматриваются два случая, да, то есть 3х минус 1 минус 3 равно 2. 3х минус 1 минус 3 равно минус 2. Да, случай. Решение вот такого вот уравнения, да, когда модуль некоторого выражения равен некоторому числу. ну, давайте посмотрим, что у нас будет получаться. Тут у нас еще получается модуль, да, поэтому раскрываем дальше, преобразовываем дальше. Будет 3х минус 1 по модулю равно 5 и 3х минус 1 по модулю равно единице. Оба уравнения имеют смысл, там не было бы смысла, если бы вдруг минус получился. И они тоже такого же вида, как изначально. Здесь уже получается у каждого будет. Итак, 3х минус 1 равно 5 3х минус 1 равно минус 5, то есть у каждого будет два случая. 3 3х минус 1 равно единице. 3х минус 1 равно минус единице. То есть получается в итоге у нас 4 случая. Ну и уже окончательно решаю. единичка переносится 6, на троечку делим, получаем 2. Единичку переносим, минус 4, будет минус 4 третьих. переносим будет 2 на троечку делим, будет 2 третьих. и переносим единицу, они взаимно, вообще говоря, тут уничтожаются, да, и будет х равно 0. Можно, кстати, когда мы решаем уравнение, всегда сделать проверку. Только надо помнить, что проверку мы делаем, подставляя до преобразования всех, да, уравнений. вот, то есть, ну, если уж проверку делать, да, то, вот сюда мы должны в самом начале подставлять, да, то есть, например, подставить, чего там у нас было, 3, да, и проверить, получается, 6 минус 1, да, это будет 5, 5 минус 3, 2, все нормально получается. Дальше, допустим, у нас было сколько? Минус 4 третьих, минус 4 третьих, подставляем, это будет просто минус 4, минус 1, это будет 5, да, минус 3, 2, все нормально получается. Вот, и еще у нас 2 третьих, подставляем 2 третьих, это будет 2, 2 минус 1, это будет 1, 1 минус 3, это минус 2, Но поскольку модуль, то будет 2. И последнее там 0 было. То есть тоже получается. То есть все вот здесь у нас это решение под буквой А. Все проходит. Но теперь нам нужно отобрать. А отобрать мы должны есть в промежутке от 0 до 1. То есть вот у нас от 0 до 1. От 0 до 1 у нас находится только 2, 3, х 0 включается, поэтому 0. То есть только вот эти 2 случая, вот эти 2 значения мы берем. Ну и вообще говоря, когда мы оформляем ответ вот в этой части, рецензируем, мы там в общем все равно оформляем задание аккуратно, то мы пишем прямо вот так под буквой А. То есть у нас можно в виде множества значений. Обычно все-таки лучше-то начать, конечно же, с отрицательных значений. То есть в порядке возрастания минус 4 третьих, 0, 2 третьих, 2. Вот такое множество под буквой А. А под буквой Б мы уже пишем только те, которые принадлежат заданному промежутку. А это у нас 0 и 2 третьих. Ну тоже можно в виде множества это записать. Вот так. Это задание мы сделали. Второе. Буквы В, то есть то, что у нас В, то, что у нас рецензируемо, да, в значении. В целом оно аналогично, да, то есть мы здесь с вами будем раскрывать модуль. Сначала два случая. 3 минус модуль х плюс 1 равно 1. И 3 минус модуль х плюс 1 равно минус 1. Дальше. Продолжаем уже преобразовывать. У меня, наверное, цвет, чтобы было лучше видно. Так, получаем, ну, то есть я единичку перенесу, будет 2, а модуль перенесу, то есть в другую сторону, х плюс 1. Вот здесь у нас будет 4 равно х плюс 1. То есть опять у нас, получается, будет 4 случая. Х плюс 1 равно 2. Х плюс 1 равно минус 2. Х плюс 1 равно 4. Х плюс 1 равно минус 4. Считаем. Х равно 1. Х равно минус 3. Х равно 3. Х равно минус 5. И производим отбор корней, принадлежащих промежутку. Это минус 4, да и корень из 2. Корень из 2, приблизительно, 1,7. Ой, 1,4. Извините, это же корень из 2. Так, значит, единичка нам точно подходит. Минус 3 нам подходит. Вот 3 нам не подходит и минус 5 нам не подходит. И ответ оформляем, как я уже говорила. То есть под буквой А у нас с вами множество вот этих четырех значений. 1, минус 3, 3, минус 5. Под буквой В только 2. 1 и минус 3. Ну и проверку, если хотите, можете проделать. То есть это всегда приветствуется, скажем так. Это всегда неплохо сделать проверку. Так, хорошо. Пошли дальше. Так, здесь у нас с вами под цифрой 3. И уже другого типа уравнение. И вот здесь вот мы сразу должны с вами говорить, что х больше или равен нуля, потому что иначе это выражение смысла иметь не будет. Здесь это обязательно нужно оговаривать. То есть х квадрат плюс х минус 3. И раскрываем модуль. У нас будет равно х и х квадрат плюс х минус 3 равно минус х. Так, то есть или-или, но одновременно с х больше или равным нуля. Причем еще что немаловажно бы нам оговорить. Оговорить вот здесь вот, да, что здесь-то мы раскрыли с плюсом, когда х квадрат плюс х минус 3 больше или равен нуля. Но раскрыли с минусом, когда у нас х квадрат плюс х минус 3 меньше нуля. Вот. Ну и это можно просто потом проверить. Так, давайте, чтобы нам было удобнее, сделаем так. Отдельно прорешаем уравнение, а потом уже это учтем. То есть вот я отдельно первое решаю. Итак, х квадрат. Х, кстати, у нас именно уничтожаются здесь. И будет х квадрат равно 3. Да, х квадрат равно 3. То есть х будет равен плюс-минус корень из 3. Ну, минус корень из 3 мы сразу отбросим, потому что у нас же есть вот это вот важное условие. Рассматриваем только х, равный корень из 3. И для этого нам нужно проверить вот это условие. Да, то есть посмотрим, если мы подставим корень из 3, у нас будет все положительно, да. То есть корень из 3 в квадрате это 3, 3 минус 3, 0. А здесь будет корень из 3, это величина положительная. То есть все вот этот корень нам подходит. Так, второй случай у нас. Х квадрат плюс 2х минус 3 получается. Да, то есть это вот второе уравнение. Здесь потеряние Виета х первое, х второе, так, минус 3. У нас получается как произведение минус 3 и 1. Ну, а если мы просуммируем, то мы получим минус 2, то есть как раз то, что нам и нужно. Вот, и проверяем. Сначала вот по этому условию. То есть, да, вот это-то мы просто не берем. Это нам не подходит сразу, да. У нас же есть вот это вот условие, что х больше или равен нуля. Значит, мы проверяем х равен единичке. По условию, что меньше у нас должно быть нуля. Квадратичное вот это выражение. Ну, и оно действительно будет меньше нуля. 1 плюс 1 минус 3, это отрицательно. То есть, этот корень нам тоже подходит. Но это мы под буквой А с вами сделали. Теперь давайте посмотрим под буквой В, какой у нас там был интервал. А под буквой В у нас было от корня из 2 до корня из 5. Ну, корень из 2, корень из 5. Значит, корень из 3 нам точно подходит. И на самом деле только он и подходит, потому что единица меньше, чем корень из 2. Поэтому, когда мы записываем ответ, то мы именно это и учитываем. Да, то есть, что у нас под буквой А два значения. Корень из 3, ну, если в порядке возрастания, то, значит, надо с единички. Один корень из 3. А вот под буквой В у нас будет только корень из 3. Так, задание 4. Так, задание 4. У нас... Давайте я его, неверно, сейчас копирую. Потому что здесь у меня уже не так много места. Так. И вставлю, допустим, его... Нет, не получится так. Сейчас, секундочку. Так, вот, задание 4. Что у нас здесь? Здесь у нас с вами два модуля. Помните, это тоже такой случай. Мы с вами обсуждали на теоретическом разборе. И здесь мы тогда раскрываем так. х-1 разделить на 2х плюс 1 равно... Не меняются знаки. 2х плюс 1 разделить на х минус 1. И затем знак меняется. А на самом деле это соответствует как будто бы четырем случаям. Оба положительные внутри модуля, оба отрицательные внутри модулей и разных знаков. Да, то есть вот. То есть вот получается у нас вот такая вот совокупность. Что еще можно здесь заметить? Можно заметить, что у нас выражение взаимно обратное. То есть если я, допустим, за t обозначу х минус 1 разделить на 2х плюс 1, то тогда у нас получится... Давайте тоже вот если вот это так, то мы получаем t равно 1 деленное на t и будем решать это, а потом делать обратную замену. И t равно минус 1 деленное на t и тоже потом будем делать обратную замену. Ну и давайте я вот по отдельности их решу. то есть t домножим просто на t, да, то есть мы можем это сделать. t квадрат t квадрат минус 1 равно 0 у нас получается. Вот. И здесь у нас t квадрат будет равен 1 или t будет равно плюс-минус 1. Вот. То есть получается у нас вот так здесь. Далее. Что еще у нас может быть во втором случае, да, то есть это у нас как бы первый был, давайте, случай напишу, а здесь у нас второй случай. t квадрат минус 1 плюс 1, да, получается. Мы же переносим с противоположным, ну, как плюс 1 равно 0. И здесь у нас решения нет, потому что всегда будет по крайней мере единичка, да, то есть больше равно единица у нас будет это выражение. То есть 0 здесь никак быть не может. То есть у нас остается только вот эти два случая. И нам нужно обратную замену произвести. Итак, мы получаем x минус 1 разделить на 2x плюс 1 равно единице или x минус 1 разделить на 2x плюс 1 равно минус единице. и решаем эти уравнения. Так, x минус 1 равно 2x плюс 1. Это в первом случае. По пропорции решаем x минус 1 равно минус 2x минус 1. здесь переносим x в одну сторону, то, что без x в другую сторону. Получаем минус x равно 2, то есть x равно минус 2. Так, здесь у нас получается 3x равно 0. То есть x равен 0. То есть у нас минус 2, 0. Так, что вот еще, конечно, нам надо посмотреть. Вот когда мы начинали решать, мы должны были оговорить, что у нас знаменатели не равны 0. 2x плюс 1 не равно 0. и x минус 1 не равно 0. Но у нас при полученных значениях это не равно 0, потому что у нас с вами минус 2,0. То есть тут 0 никак не получится. Так, но еще у нас же там был промежуток. Это у нас минус 2,0 получилось под буквой А. Давайте я запишу. Начну ответ писать. ответ под буквой А минус 2,0. Ну и под буквой В понятно нам только 0 подходит. Так, вот, пожалуйста, это дадание мы тоже с вами сделали. И у нас еще один пример остается. Мы его сейчас также сделаем. нехорошо. Сейчас сделаем не так. Вот у нас последний пример. И здесь в общем тоже мы видим два модуля правая и слева, поэтому раскрываем вот как было рекомендовано. два случая. Ну и во втором случае у нас меняется знак справа. Минус 2х минус 2. вот у нас таких два случая. Ну и дальше преобразовываем. Итак, переносим все в одну сторону. Так, х квадрат минус х минус 2. Это первое у нас получилось уравнение. И второе у нас будет 3х квадрат минус 3х нет плюс 3х плюс 3х и так здесь вот я неправильно сделала, здесь я потеряла знак. Меняется знак, да? Минус х квадрат минус 2х плюс 2. Поэтому у нас будет минус 6. И если мы, кстати, на 2 поделим, ой, на 3 поделим, извините, то у нас будет х квадрат минус х и минус 2. Так, только здесь у нас знак плюс. Так, ну и у нас получается в первом случае корни по теремии Виета это будет у нас 2 и минус 1. ну не обязательно по теремии Виета решать, можно решать и через дискриминант. Значит, ну а здесь я проверяю сразу произведение минус 2 в сумме единичка все как мне нужно было. Так, а здесь у нас мы можем заметить отличаются знаки перед Ви. Это значит, что у нас корни так, это третья будет будут с другим знаком минус 2 х4 1. Проверим, да, минус 2 произведение получилось в сумме минус 1, так как нам и нужно. Да, ага, а вот что здесь у нас тогда подходит, нам подходит здесь промежутки от минус 1 до 1, нам подходит х2 минус 1 и нам подходит х4 1. Поэтому, когда мы записываем ответ, то у нас получается множество это было минус 2, минус 1, 1, 2, а под буквой В у нас получается ну вот этот интервал попадает только 1 и минус 1. Заданный интервал. Вот так. Ну и вот еще раз хочу повторить, что всегда рекомендовано сделать проверку, да, то есть, чтобы убедиться, что все получено верно. Ну то есть, если есть возможность сделать проверку, то почему бы ее не сделать. Вот, таким образом мы с вами разобрались с сравнениями с модулем и преобразованиями с модулем и в следующий раз мы уже перейдем к решению рациональности и иррациональных уравнений. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok